Как вы знаете, 3 марта 1918 года исполнилось 140 лет со дня подписания Сан-Стефанского прелиминарного мирного договора, который подвел итоги русско-турецкой войны 1877-1878 годов и заложил основы для будущего развития независимого болгарского государства. Одним из основных организаторов праздничных мероприятий Болгарии является Национальный комитет, сформированный в мае 2017 года под патронатом президента этой страны. В его составе представители госструктур, неправительственных организаций, средств массовой информации, деятелей науки, культуры, духовенства. Чествование ключевых событий русско-турецкой войны уже идет полным ходом в различных болгарских городах при активном участии, и именно об этом была конкретная часть вопроса, российских политических и общественных деятелей, безусловно, дипломатов посольства России в Софии. Так, в июне 2017 года в городе Свиштов отмечали 140-летие освобождения русскими войсками первого болгарского города. В конце августа 2017 года президент Болгарии и посол России в ходе совместной церемонии отдали дань памяти героям эпохальных боев за Шипкинский перевал. В декабре 2017 года представительная делегация российских парламентариев и историков присутствовала в начествовании одной из решающих для хода войны побед под Плевной. В начале января в Софии отметили освобождение болгарской столицы, и кульминацией станут масштабные торжества в марте, в которой, как и ожидается, примет участие патриарх московский и всей Руси Кирилл. В Москве также пройдут мероприятия по случаю юбилейной даты. 3 марта по традиции состоится церемония возложения венков к памятнику-часовне гренадирам, павшим в боях под Плевной во время русско-турецкой войны, расположенному в Иллинском сквере. Запланировано проведение выставки документов из архива внешней политики Российской империи в Министерстве иностранных дел России. Она также будет представлена и онлайн в соответствующих интернет-ресурсах Министерства. Запланировано издание российско-болгарской почтовой эмиссии с трех марок с изображениями канцлера Горчаковой, героев освободительной войны, Скобелева и Татлибена, а также ряд других совместных мероприятий. Мы также будем о них подробно вас информировать. И тоже большая просьба к вам, кто интересуется этой темой, следить за материалами нашего посольства в Софии. Там будут подробные отчеты, фотоотчеты, информационные отчеты об участии в подобных мероприятиях. Мы уверены, что запланированные торжества пройдут на подобающем уровне и внесут свой вклад в дальнейшее развитие и укрепление двустороннего диалога. Жаль, что сегодня нет Бориса Ансова. Я заболел. Желаем ему скорейшего выздоровления. В Болгарии заболел? Ну пусть приезжает в Москву, мы его вылечим. Спонсор показа Корона Боулинг Центр. Болгария. Благоевград. Я понимаю мир единственно, как поле для культурного соревнования между народами. Год Сыдельчев. Апарт-отель Аквамарин. Болгария. Город Обзор. Первая береговая линия. Ожидает вас в новом туристическом сезоне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова